Такое ощущение, что этот детский сад построили из коттеджа. То есть хотели построить тот хаус, а по нормативу, по РНГП нужно было детский садик. Его в детский садик превратили. По норме мы его не можем детским садиком сделать. Там нужна прилегающая территория, там нужна территория дороги и тому подобное. Невозможно. Нам его передали, якобы закрыли. Мы сейчас со строителями разбираемся, и строители будут строить новый детский садик. И вот чтобы компенсировать, как я сказал, мы два детских садика строим, значит, ЕЖК, Солнечная система и еще там рядом. И вот сейчас мы у МАИ строим вот здесь, на Ленинском проспекте, еще детский садик. То есть мы компенсируем обязательно. То есть мы отслеживаем не этот садик, мы отслеживаем как таковую очередь в детские сады. Поэтому мы приняли решение, что в Старых Химках только в этом году три садика должны построить. Поэтому в Доброделе, конечно же, он не мог заработать, да? Ну, по принципу. Как можно заработать детский сад, который не может быть детским садиком? Ну, то есть ложь и обман. Ну, отчасти здесь я с вами согласен. Но если его сдали по нормативам, если нормативы были на момент сдачи... Еще раз говорю, не сдали. Ни норматив не подходит. Тогда бежите со стройщика, построите его же в нашем квартале. Потому что шесть лет с того момента уже прошло, мы живем. У меня в этом году будет уже третий ребенок. И слава богу, первая, старшая в этом году, дай бог, пойдет в детский садик соседнего квартала. Это же, ну, как бы не очень... Ну, замечательно. Дай бог, чтобы и пять детей было. Я вам объясню. Принцип такой. Заставьте застройщика. Ну, я не рикетер, во-первых, да? А во-вторых, как мы можем заставить, если на сегодняшний день... Если на сегодняшний день экономика достаточно проблематична в стране вообще, да? То есть вот мы говорим 10 детских садиков. Я озвучил в соседнем регионе, как живут в Химках. Мы строим то, то, то. Мы говорим, что 10 садиков в одном городе, у них 4 в регионе строятся. Я говорю, да, у нас очень хороший прирост. Ну, прирост-то, понятно, и у нас неплохой. Откуда деньги-то хоть берете? А у нас зарплату, говорит, нечем водить. Заводы задерживают на месяц. То есть у нас, то есть у этого пока все хорошо. У нас хороший НДФЛ, мы пополняем бюджет. Мы строим 3 садика за счет бюджета и 7 за счет вне бюджета. Хорошо, что у нас сегодня на законодательной основе губернатора строители строят социальные объекты. Это очень здорово. Во многих городах строители просто строят дома. Их просят хотя бы построить дома. Потому что сегодня любое строительство, это в любом случае развитие экономики кирковой. Но не у всех есть возможности построить еще и после строительства дома, там садик или поликлинику или школу. Поэтому все, что было в 2010 году, я же не буду. То есть я не следователь и не хочу поднимать там какие-то проблемные вопросы. Для меня очень важно закрыть очередь как договую в данном микрорайоне, а не рядом с вашим домом. Поэтому еще раз говорю, 3 садика мы строим и анализируем ситуацию в микрорайонах. Вот для того, чтобы у вас в микрорайоне не было очереди, вот я вам назвал три адреса, где будут построены детские садики. Это микрорайон Старой Химли, Грязьма Старогерева. Что, женщина, вы встаньте, пожалуйста, когда речь ведется об ответственности, вы не выкрикивайте, а возьмите микрофон, представьтесь, и мы определим, кто ответственный, кто нет. Пожалуйста. Продолжение этой же темы, Светлана Житель, вот для Паховского, садика нет, он должен быть там, где он должен быть, а не где-то еще. Что предлагаете? Загоняя бус, отвечайте за него, пожалуйста. Что предлагаете? Построить. Постройщикам. Какого? Как вы обязательны? Вы предлагаете с кем-то построить? А как вы предлагаете обязать застройщика, которого там нет? Вашей компетенции, вашей власти. Знаете, давайте слово в вашем и пальцем тыкать не нужно. Нужно реально жить в этой жизни. Если вы умеете это делать, давайте я вас возьму в себе в замы и проверю, вы способны это сделать будете или нет. Владимир Витальевич, смотрите. Секунду. Мы не дискуссируем, в данном случае мы говорим. Все возможные законные методики на сегодняшний день используются. Я бы скажу, сколько мы дел уже возбудили, сколько административных правонарушений, тому прочее, строительный бизнес. Мы говорим о том, а возможно ли это сделать? Понимаете, мы можем с вами фантазировать, мы можем хотеть, мы можем желать. А может ли этот предприниматель сделать? Он говорит, не могу, нет у меня средств. И что дальше? Владимир Витальевич, смотрите, у нас заставщая компания «Орбилгрупп». Она продолжает проекты на вашей территории. Они два садика строят в этом году. Это территория города Химок. У них еще много свободных территорий. Вы говорите, что они не могут построить? Они два садика строят, мы их обязательно. Они бедные? Я говорю, в этом месте не могут построить. Почему в этом месте не могут построить? У нас есть соседняя территория. Ранее была арендована компания «Сесма». На текущий момент она выставлена опять. Урбилгрупп. Пожалуйста, у вас дома. А «Орбилгрупп» на чужой территории, на чужой земле построить не может. Это закон. Это сейчас ничья земля. Еще раз говорю, данная земля пока принадлежит «Сесма». До тех пор, пока судебное решение не придет, и мы не изъявим бюджет, этого невозможно. В дальнейшем, как только она поступит в бюджет, чтобы «Орбилгрупп» построил, мы должны передать в рамках законодательства эту землю им. Для этого нужно обоставание. Поэтому мы работаем в этом направлении. Владимир Анатольевич, хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, мы еще не перешли ко второй части.